Такое рано или поздно случается и чаша сия не минула никого, но ваш автомобиль будет разбит или попадет в ДТП. Естественно, процедура неприятная. Но и вас, и того парня, и ту девушку ведь родили, то есть муки и боли родов переживала каждая женщина. И очевидно, и абсолютно нормально понимать и возрождать свой автомобиль. Естественно, все, что было сделано и сломано руками человеческими, можно ими же восстановить. Теперь вопрос, кому доверять. Так, чтобы это была не скульптурная композиция с килограммом шпатлевки. Так, чтобы на вашем агрегате можно было бы кататься, а затем его еще и продать. Кстати, для тех, кто прется по машинам из салонов, от 30 до 40% оных перекрашены после наших дивных дорог и автовозов. Я специально для вас жути нагнал. Мы выбрали несколько самых неприятных аварий и продемонстрировали, что для специалистов, работающих в клубе по восстановлению авто «Феникс», проблем неразрешимых нет. Заехал я на центральную городскую ярмарку и увидел, точнее, не увидел вообще машин хороших. Куда они делись? Сейчас расскажу. Итак, вернемся в историю на три года назад. 2007-й, время, когда все брали и думали, что они живут как люди. 2008-й, время, когда нас обломали. Примерно два года назад. Банки решили сыграть в интересную игру, слить всю информацию о добросовестных заемщиках, бюро кредитных историй. А потом уже они подумали, что они такие великие и могучие, и могут решать, кто сколько сможет платить за вас, любимых. Ну и все, и понеслось. Вот. Естественно, машины были куплены в кредит, естественно, они набились, естественно, они были гарантийны, естественно, всех привязали к сервисным центрам. В сервисных центрах ремонт вашего крыла, морды, попы и всего остального состоит из чего? Из отката за землю, вот, из маржи строителей, вот, желание заработать непомерно на материалах, естественно, бухгалтерия должна существовать, шеф любимый должен в Турцию дрифтовал съездить, вот, там всем пятое-десятое. В итоге ремонт крыла стоит 2,5 рубля вместе с покраской, а там 25, стоит ли платить? Я предлагаю все-таки найти специалиста, а я такого нашел, который сделает вам машину незадорого. Причем, это будет настолько же качественно. Причем, я перепробовал многих людей и вот остановился, пожалуй, только здесь, на улице Сурикова-11. У меня есть свой, доктор, для моих автомобилей, где улица Сурикова-11 располагается, это бывший гараж, автогараж, автобусный гараж. Рядышком находится РЭП, то есть, с улицы Комсомольской до упора вверх и прямо сюда, на улицу Сурикова выезжаете. Но хозяин пошел дальше, он из своего места профессионального творчества сделал еще и место, где вы можете поменять свои колеса, ну, шиномонтаж, естественно, и сделать многосрочный ремонт. Кто-то задумался и правильно сделал, но какой смысл впариваться в чей-то евроремонт? И по сути домкрат, цепь и сварочник, и главное, мозги же и руки. И это здесь есть. Куда ехать? Ну, это просто. По Комсомольской вверх до водонапорной башни. Там по нормальной дороге налево и практически до упора, не ошибетесь. Есть другой вариант. Вверх по Гагарина, последняя улица направо, Енисейская вроде. Дальше Бестужево и перед последней в городе автоколонной, нынче ДРЭП, направо. Сурикова 11. Наверное, нескромный вопрос, но сколько машин всего удалось сделать за достаточно молодую жизненную карьеру? Ну, посчитать их сложно. Ну, больше тысячи точно. Наверное, когда-то работал им на Дяденьке? Ну, в принципе, да. Приходилось учиться же где-то надо было. А когда на себя работаешь, ну и для себя, какое немножко другое ощущение, наверное, да? Ну, интереснее работать, потому что никто не торопит. Делаешь для души. Делаешь красиво. Я столкнулся с таким неприятным фактом, что прихожу, и мне заставляют перекрашивать целиком деталь. А помяток-то всего ничего, 10%. Стоит ли перекрашивать и стоит ли попадать на бабки? Ну, если есть возможность локально покрасить, то можно и локально. Тут, как бы, нужно посмотреть на эту деталь. Вы умеете делать локально и так, чтобы было незаметно? Да, конечно. Есть сейчас технологии для переходов, все это красится и локально. А вот сколько, допустим, времени занимает ремонт, ну, серьезный ремонт автомобиля, который, допустим, прилетел куда-то на туристанцию технического обслуживания? То есть, пока идет время заказа запчастей, пока постоянно шеф торопит, возьми ту машину, сделай эту. А у вас как дело, что это? Ну, мы берем одну машину, работаем с одним человеком, пока мы ее не доделываем до конца и не берем другие. Поэтому и сроки у нас покороче. То есть, реальное восстановление, допустим, ну, такого классического у нас удара. Телевизор смялся, крыло смялось, вот, немножко долетело до двери водительской или пассажирской. Ну, естественно, бампер. Если в наличии все запчасти, за сколько реально можно сделать машину, так, чтобы, ну, видно, там, небольшой перекос геометрии, восстановление всех параметров? Так, ну, все перекосы, все это убирается, вся геометрия восстанавливается, красится, все это красиво, и два-три дня. Два-три дня? Да, если все запчасти есть, если это наш автомобиль, российский, то вообще все быстро делается. Тут уже опыт с ними большой. Да, как можно стать вашим членом вашего клуба? И можно ли потом в вашем клубе также, ну, сделать, допустим, мелкосрочный ремонт, переобуться? Да, конечно, нужно приехать к нам в гости, с нами познакомиться, подружиться. А можно себе красивое сделать? Ну, мотоцикл треснули, там, подрисовать что-нибудь, такое, для души? Да, мы много делаем такого, красивого, в основном, для души. Разрисовываем мотоциклы, там, ставим тюнинг пластмассовый на автомобиле, все что угодно. То есть, если, допустим, сосед написал нехорошее слово на крыле, заполировать не удается, стоит ли расстраиваться? И сколько стоит, допустим, покраска одной детали? Ну, покраска одной детали у нас начинается от 1500. То есть, я не знаю, расстраиваться не стоит. Ну, теперь все понятно. Не будем посыпать голову пепром, ждать выплаты страховки. Для справки, даже минимальная цена выплаты с лихвой покроет ваши затраты. Если правильно посчитать, а считать у нас умеют, то по цене ремонта, в типа мега-сервисе, настоящие специалисты сделают. И еще на загранпоездку останется, так скажем, компенсировать моральные издержки. Естественно, и то, что не только жесть и покраска. В каждом доме и клубе такого рода есть и соковыжималка, и шиномонтажный станок, и балансировочный стенд, яма и мелкосрочка. Так что в ряду доступных сервисов прибыло. Ну, а когда вы за доброго гусара Леху или Павла замолвите слово, очередь спасибо будем говорить уже мы. Хотите, я вам открою секрет, про который даже не знает моя супруга. Вот, примерно год с небольшим назад случился неприятный случай. Я ее машину треснул. Пришлось срочно сэкономить на страховке и купить еще один автомобиль. Ну, постольку, поскольку во мне есть немножко, чуть-чуть, вот, из ближнего востока, там, чуть-чуть кровей таких, вот. Я предпочитаю все-таки покупать машины БУ. Да, кое-где поцарапаны, может быть что-то потертое, где-то там собачка по капоту пробежала. Но вот после того, как я познакомился с Павлом Базаровым, я для себя сделаю вот. Этот человек меня устраивает, по всем показателям. И вот мой Форд Таурус с прогнившим немножко крылом приобрел новое крыло. Вот, мой линкольн, который купил для своей жены, значит, покрасился капот, бампер и еще кое-что. Сколько я за все это дал? Вот, крыло вырезано, железо вставлено, сделано все, 2,5 рубля. Вот, капот на линкольне и бампер сделан за 10 рублей, с краской, со всеми делами. Вот, и теперь, естественно, у меня есть потребность восстановить и маленький автомобиль с объемом двигателя в 6 литров.